Добродетельное отношение к родителям. Это одна из самых больших причин благополучия в этой жизни и в жизни загробной. Несмотря на их благосостояние, невзирая на их положение, ты обязан обходиться с ними наилучшим образом. А особенно, когда они достигают преклонного возраста, как на это акцентирует Коран, так как они в этом возрасте особенно нуждаются в твоей поддержке. Когда ты видишь, как трясется твой отец, знай, что он потерял здоровье, заботясь о тебе. Он потерял силу, заботясь о твоих братьях. Он потерял силу, обучая тебя, и непозволительно, чтобы все это было понапрасну. Если один из них или оба достигнут старости, то не говори ему «уф». «Не кричи на них и говори с ними ласково». Постарайся заботиться о родителях из всех сил, что есть, особенно когда они будут в преклонном возрасте. Делай это без отвращений, без ненависти, без упрека. Заботясь о них с удовольствием, как они заботились о тебе с удовольствием. Как они отдавали все для тебя с удовольствием. Как они утратили свое здоровье, заботясь о тебе. Ученые говорят, центральные врата рая – это врата добродетельности к родителям. Когда ты заходишь в какой-либо дворец, ты видишь в ней много дверей. Но есть одни большие двери, которые больше, чем остальные, которые стоят по центру дворца. Самые просторные двери для твоего благополучия – это добродетельность к родителям. Самые большие двери для твоего спасения – это добродетельность к родителям. Дорогие братья, за свою жизнь я не встречал человека, который обходился бы хорошо с родителями и был бы неуспешен, будь то в учебе, в браке, в бизнесе, в торговле или в любой другой сфере. Я не знаю другой большей причины, чтобы Аллах сделал тебя успешным и счастливым. Я знаю человека, мать которого больна с сахарным диабетом. Он сказал мне, так как она очень сильно любит сладости, я покупаю своей матери сладости без сахарозы. Он говорит мне, обратите внимание, что среди людей есть те, кто хорошо относятся к родителям из-за того, что так принято, но есть и те, которые думают, как бы еще больше обрадовать родителей, каким бы еще образом вызвать улыбку и вселить радость в их сердца, дабы врата благополучия открылись им. Итак, он мне говорит, каждый раз, когда я еду в Дубай, там есть супермаркет, в котором есть отдел сладостей для диабетиков. Я отправляюсь туда, чтобы купить сладости без сахарозы для матери. И когда я ей приношу эти сладости, мать поднимает руки и взывает к Аллаху. Я там же чувствую милость Аллаха, которая не спосылается на меня. Это все из-за ее мольбы, из-за его усердия в доброте к родителям. Пусть Аллах смилуется над шейхом Хамди Араби. Он приходил к матери с фруктами и даже если придется, был готов взять в долг деньги, чтобы купить фрукты для матери. Дорогие первосортные фрукты в Дамаске, прежде чем они появлялись на столе у богачей, они уже были на столе у его родителей. После чего его родители взывали к Господу и он говорил, я чувствую, как врата небес открываются. И Господь обращается ко мне благодаря мольбе матери. Это мать, которая уже трясется, которая немощна, которая отдала свое здоровье, заботясь о тебе и твоих братьях. Те люди, родители которых живы, заботьтесь о них. И в этом есть ваш рай. Если твои родители живы, а ты здоров, полон сил, состоятелен и ты недобродетелен, к ним, то готовься к испепеляющей жари адского огня в Ахирате перед Господом миров. Не проявляйте небрежность, добродетельность и к родителям, так как самая большая дверь к благополучию Господа это добродетельность к родителям. И я один из тех, кого Аллах одарил тем, что сохранил мне моих родителей. Мольба, которую она всегда делала за меня и делает по сей день, она просит, о Аллах, открой ему знания из самых больших дверей знаний. Я ее не учил и не давал листок с такой мольбой. Я чувствую, что милость Аллаха не спосылается. У каждого из нас есть отношения с родителями. Они хорошие или плохие. Но как хочет достичь благополучия тот, кто плохо относится к родителям? Будь они живы или мертвы, проявляйте к ним максимальную благодетельность. Приложите этому всю свою волю и силу. Отец достигает преклонного возраста и у него есть пять сыновей. Отец для них является абузой и каждый из них пытается скинуть заботу об отце на другого. Несчастный отец, который утратил свое здоровье, заботясь об этих детях, которые проживают свою жизнь униженными, лишенными, не чувствуя этого. Я слышал от одного из этих «праведных» братьев. Он говорит, мы ссорились между братьями из-за того, что не могли определиться, кто именно будет заботиться об отце. И я сказал, я буду всегда заботиться о нем. Оставьте его у меня. Ты оставил возле себя сил, ты оставил возле себя сокровища, ты оставил возле себя благополучия, ты оставил возле себя благодать, ты оставил возле себя рай, ты оставил возле себя все блага этого мира и ты даже не почувствовал этого. Какая же удача. Он говорит, я оставил отца возле себя, а братьям было отвратно заботиться о нем. Он говорит, отец остался у меня и на второй день он скончался. Аллах велик. Отец умер на второй день. Но за его намерение заботиться, Аллах возвысит его и унизить его братьев за их неблагодарность отцу. Поэтому одно из самых больших причин благополучия и счастья в этом мире является добродетельное отношение к родителям, даже если они иноверцы. Да смилуется Аллах над шейхом Абдураззаком, который говорил, «Если даже твой отец посещает церковь, христианин, иноверец, и он попросит тебя приехать забрать его с церкви, то ты обязан поехать и забрать его с церкви». «Если один из них или оба достигнут старости, то не говори им «уф», не кричи на них и говори с ними ласково, проявляй к ним обоим смирение и доброту». Что же означает «проявляй к ним обоим смирение и доброту»? Это означает удалить всякую гордыню в их присутствии. К одному из наших учителей пришел человек, который жаловался на отца. Он говорит, «О, шейх, мой отец невежда». Шейх его прервал и сказал, «Как же ты неэтичен». Не произноси по отношению отца такие слова. Каким бы отец ни был, не говори так, проявляй к ним обоим смирение. Проявлять смирение означает возвышать других перед собой. Мне нет величия там, где есть родители. Если я и являюсь знающим, то перед родителями я невежда. Если я и сильный, но перед родителями я буду слабым. Если я и даже богатый, то перед родителями я бедный. Каждая причина возвеличивания спадает перед родителями. Знание – причина для гордости. Богатство – повод для гордости. Ум – повод для гордости. Сила – причина возвеличивания. Но каждая причина или повод возвеличивания теряет силу перед родителями. Родители важнее и выше всего этого. Что за слова «мой отец невежда»? Прояви же к ним смиренность и говори «Господи, помилуй их, ведь они воспитывали меня, когда я был маленьким». Один мне рассказывает, я об этом упоминал в вечернем уроке. В одной из ночей я пришел домой с работы, истощенный, обессиленный от усталости. Время уже час ночи и... Этот человек целый день работал. «Обратите внимание на эту благодать, дорогие братья, это и есть причины благодати и благополучия. Такие вещи сподвигают тебя для совершения благого». Он говорит, я зашел в комнату и думал сразу лечь спать. Но я услышал, как из комнаты родителей доносятся звуки кашля. Отец болеет, кашляет. И звуки его кашля дошли до меня. Я подумал про себя, лечь спать или все-таки не стоит. И я взял лекарство, зашел к отцу, дал ему лекарство и попить воды. Отец вздохнул с облегчением и лег спать. А я пошел к себе в комнату. Но войдя к себе в комнату, у меня появилось большое желание выстаивать ночь в поклонении. Был истощен, обессилен. И вместе с этим говорит, что почувствовал удивительный прилив сил и сильное желание встать в поклонении перед Господом миров. Он говорит, сегодня мне уже 20 лет, и после этого случая я не провел ни одну ночь, не встав на ночной тахажут намаз. Барракад всего лишь одного благого дела. Всего лишь один хороший поступок привел его к тому, что каждую ночь он просыпается, что предстать перед Господом миров. Аллах благословил каждую его ночь после одного поступка. Субтитры создавал DimaTorzok